Территория частной застройки давно нуждалась в открытии детского сада. Жителям нескольких микрорайонов приходилось возить своих детей в дошкольные учреждения города. 7 августа на Восточном-2 состоялось торжественное открытие 42-го детского сада. Больше всего этому долгожданному событию радуются родители малышей. Естественно, получение детского сада, путевки в детский сад на сегодняшний день является, как сказать, большим значимым событием, ввиду того, что там, как сказать, везде же проблемы с этим. Естественно, и что порадовало, что путевку мы получили в новый детский сад, который удобно, что у нас рядом бабушки живут, что нам по пути удобно на работу ребенка завозить. Вот это одно из самых, как сказать, важных моментов. Строительством объекта занималась городская организация «Нефтекамскстройзаказчик». В короткие сроки работники этого предприятия возвели стены и благоустроили этот мир детства. На торжественное открытие прибыл директор строительной фирмы Владимир Громов. Он поздравил педагогов и родителей с этим замечательным событием и пообещал не останавливаться на достигнутом. Уважаемые родители, вот Владимир Громович заверил, сказал, я построил садик своими руками, и дальше, говорит, разрешите мне быть шефом этого садика, чтобы это далеко не уходило оттуда. Мы ему разрешаем? Да. Конечно, разрешаем. Совершенно правильно. Не буду отказываться. Будем шефами в этом садике. Ну и разрешите вручить вот этот символичный ключ хозяйке этого здания. Этот детский сад построен в рамках целевой республиканской программы развития сети дошкольных образовательных учреждений. На строительство было затрачено более 130 миллионов рублей. Благодаря выделенной сумме сегодня еще у 220 ребятишек появилась возможность пойти в детский сад. На сегодняшний день в городе Нефтекамске у нас потребность в детских садах есть. Так как я уже при открытии говорил, рост населения идет значительно. Рождаемость у нас каждым днем увеличивается. В прошлом году 2050 детей родились. Мы в этом году ждем еще больше рождаемости. В июле месяце только родилось 166 наших чисто нефтекамских детей. Это больше, чем на один садик. Поэтому, естественно, потребность есть. Но мы сегодня поставили задачу себе. В этом году от 3 до 7 лет детей всех устроят в детские сады. У нас еще попадутся категории в феврале, кому будет 3, в марте, кому будет 3. Они тоже в этом году будут устроены в детские сады. Этот садик далеко не последний подарок подрастающему поколению. В этом году планируется открытие еще двух детских садов. По улице Карла Маркса 19А и по улице Ленина 47. Последний будет готов в третьем квартале этого года. Кроме того, по словам представителей отдела образования, на будущий год запланировано строительство еще одного детского сада на 220 мест по адресу Комсомольский 41Г. Все работы по его проектированию закончены и находятся на экспертизе. Но и это еще не все. В этом году мы планируем закончить 31 декабря, открыть, может и даже в очень ближайшие сроки, открыть тот детский сад, который находится по юбилейной 11Б, это 27-й. И мы планируем в этом году открыть еще один детский сад, возврат, который мы осуществляем в настоящее время. Бывший детский сад 33-й. Раньше там находился начальный корпус, школа номер 13. Деньги в размере 60 миллионов уже выделены. Проектные работы проведены, сметы составлены. В настоящее время подготовка идет для проведения аукционов. Пока новые сады строятся, Белоснежка уже распахнула объятия малышам. Сейчас полностью набрано 8 групп, но свободные места еще есть. Поэтому родители, желающие отдать свое чадо именно в этот детский сад, могут обратиться в отдел образования. Ксения Зайцева, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».